привет друзья это новый выпуск проекта кропка бизнес мы в минске и наша героиня елена во первых предпринимательница она создает элементы декора во вторых вы знаете человека с таким неиссякаемым количеством бизнес идей я еще не встречала но обо всем по порядку елена все сама вам расскажет ну что если вы готовы тогда поехали меня потянуло к дереву на на лет пять назад потянула и все вот это все искусственное китайское однообразное нужно все так достало хочется подарки с душой с ручной работой у нас есть выставочный стенд горошек маркете мы продаем деревянный декор новогодние изделия компонуем подарки украшаем красиво для того чтобы делать деревянный декор по камере из фанеры да не обязательно иметь свое производство можно заказать у сторонней компании организация привести загадила заготовку и потом самим уже дома соединяется разукрашивать там что-то делать деревянный декор в принципе выход можно найти ситуации всегда мы вы же женщины раз в два дня мы обновляем ассортимент вся ночь у меня впереди и сегодня тоже то есть мы успеваем когда это все нравится тебе то незаметно не замечать просто времени я вот ночью могу с ночью спать нормально потом утром поехать еще на выставку на выставку благо мои друзья мне помогают если какие-то три часа мне днем потом могут отпустить я могу дома поспать если бы был торговом центре конечно какие-то для сна я родилась минске потом переехали на украину потом казахстан спустя 25 лет я вернулась с детьми с мужем уже уже взрослым человеком вернулась сюда минск потянула на родину к родному папе у меня гостиной висел плакат и там три города была самара в москва и минск и я ставила целый год плюсики минусики где куда лучше переехать 2017 году я принесла онкологию и поменялись все ценности когда тебе говорят что там у тебя третья стадия осталось жить там полгода год на тебя волнует вопрос уже более глобальный какой-то след в истории планеты земля оставишь то есть и ты уже понимаешь что все материальное для тебя перестала иметь всякую ценность имеет значение только все нематериальное то есть душевная теплота любовь дружба впечатление спасибо мужу он не позволяет быть самой собой то есть принципе у меня тыл закрыт поэтому есть время для бизнеса для творчества 2009 года когда я начинала работать то есть это был бизнес мы занимались автовой торговой наклейками дикорет и трафаретами строительные гипермаркеты а тогда это был бизнес после 2015 года это уже любимое хобби которое приносит доход естественно не такой большой как хотелось бы тема подарков это 8 марта и новый год остальное вот декор украшения как бы стен декорирование это конечно круглодоричное основные клиенты это дизайнеры отделочники мамочки женщины которые хотят жить красоте я веду 5 инстаграмов сейчас принципе обхват небольшой около полторы тысячи человек примерно но инстаграма заказы есть даже больше чем сайта первая идея такая к парк лекарственных растений с где можно отдохнуть душой выпить травяного напитка где можно принципе выращивать на экспорт разные травы вторая идея так это дворовой клуб когда люди объединяются то такое здание в виде кольца с таким панорам беседкой с панорамными такими как окнами там будет окно допустим обмена окно или как беседка детская беседка беседка мастерская третья идея парк развития мира где там каждое это пространство каждого посольства у нас 50 посольств минске на какой-то арк ну архитектурный объект да вот этот вот этой страны ресторан с кухни этой страны потом такой как досуговый центр или как культурный центр такой сложный же год для для многих людей как-то и вот том числе языка вида поменялось я не знаю может быть деятельность как-то участие в выставок какие-то меры нет я как продолжала участвовать в выставках так и продолжаю то есть ничего в моей жизни особо не поменялось как бы я всегда живу между то что между прочим то есть акцент больше на творчестве на на помощи другим людям на том на то что приносить людям радость про мужчину когда в бизнесе говорят что это обязательно достигает своих целей очень такой жесткий а в чем может быть преимущество женщин предпринимательниц в умение выкрутиться из любой ситуации в гибкости в пластичности в то что вот на камере сейчас сейчас я живу что у меня все как бы между прочим то есть все вот делаю то что нравится и не замечаю я живу в том мире который мне нравится которая сама создала знаете что я заметила вот сравнивая подходы ведения бизнеса мужчин и женщин для мужчин конечно бизнес есть бизнес и мысли это не больше категориями финансов доходов а для женщин бизнес я бы сказал что это что-то больше во первых и вовлеченность мне кажется выше а во вторых конечно визуальная составляющая тоже важнее и так здорово когда у нас столько женщин во первых с горящими глазами и готовыми делиться своими бизнес идеями со всем миром пусть так и остается и таких женщин будет больше но мы с вами уже увидимся в новом году до встречи субтитры